Вера Валентиновна, мы должны немножко поэксплуатировать ваш талант. Да что ты? Да. Впереди праздник, 23 февраля. Так. Дети, маленькие, пишут стихи. Именно 23 февраля? Мы попросили, да, написали стихи к 23 февраля. Это детские стихи. В большей степени они чудовищные. Для того, чтобы они звучали по-новому, по-настоящему, нужно прочтение талантливого дуэта. Ну это мы с тобой, я помню. Ну не смейте же я. Ну, действительно. Конечно, друзья. Итак, Вера Валентова в нашей рубрике «Вечерний стул». Пожалуйста. Да, да, да. Друзья, «Вечерний стул», первое стихотворение, вы позвольте, 23 февраля. Так. Прошу вас. Слава, 10 лет. 23 февраля, это вам не траля-ля. Это очень важный праздник. Праздник дедушек и пап. Будут классные подарки. Приготовьте на подарки 333 рубля. Вера Валентиновна, прошу вас. Лаура, 7 лет. Давайте будем поздравлять всех мальчиков и пап. Они потом нас защитят. Они сильнее нас. Это очень мудрое решение. Абсолютно. Согласен. Так. Миша, 7 лет. 23 февраля. Скоро к нам придет весна. Колдуй, баба, колдуй, дед. Я хочу велосипед. Прошу вас. Замечательно. Хороший. Мальчику 7 лет. Молодец. Бабушка с дедушкой колдуной. Итак. Ника 10 лет. Очень наблюдательная девочка. Папы бывают разные. Я видела, я видела. Один большой и веселый, а другой поменьше и серьезный. Сейчас мама радуется. Но все любят подарки и удивляются всегда одинаково. Даже тогда, когда подарки такие же, как в прошлом году. Лирическое стихотворение. Лирика. Это лирика. Вы позвольте. Да. Леня, 7 лет. 23 февраля. Утром проснулся, зубы почистил. В школу собрался, поел бутерброд. Вот. Вскоре дарили нам кружки и книжки. Потом чай питье. И все. Домой. Ну что, будущий солдат. Вера Валентина, прошу вас. Итак. Ника, 10 лет. Подарю я папе денег. 23 февраля. Потому что скоро маме нужно покупать цветы. Блестящие друзья. Вера Олентова. Браво. Вечерний стол. Поздравляем вас. Приходите на спектакль. Пописи.